МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...правилам обращения с отходами. Горожане по-разному приняли нововведения. В некоторых районах округа Синебак наполняется за три дня. Где-то не хватает и двух контейнеров на сутки. Однако отношение к раздельному сбору мусора меняется. Я уже на протяжении года занимаюсь раздельным сбором отходов. Сортирую отдельно бумагу, органику, пластик, стекло. И, как оказалось, это вообще несложно. И это очень полезно. И я знаю, что за мои дела мне будет благодарна сама природа. 150 километров в день, 80 точек. Так проходит каждая смена водителя мусоровоза. Владимир собирает сухие отходы, которые годны для вторичной переработки. За время работы чего только не видел в синих баках. Все же люберчане порой буквально понимают раздельный сбор. Приезжаем на точку, нестандартная ситуация. Мешок цемента лежит в контейнере. Мы загрузили, освободили контейнер, чтобы освободить уже от бумаги, пластика и все остальное. Владимир держит путь на полигон Торбеева. Через специальный пропускной контроль проходят только аккредитованные мусоровозы. Здесь их регистрируют и взвешивают. Сейчас по стандарту РСО Московской области мы должны вывозить сухие отходы не реже двух раз в неделю. В Люберцах мы вывозим их чаще. В городском округе Люберца ежедневно на маршруты выходят 4 синих мусоровоза. Синие индикация на борту. Установлено 819 сеток РСО, куда нужно складывать пластик, металл, бумагу и стекло. Четыре основные фракции и еще десяток подфракций. Несколько видов пластика, стекла, бумаги, металла. Так тщательно отбирают вторсырье в сортировочном цехе полигона. В день привозят 5-6 тонн сухих отходов. На вторсырье годится примерно половина. Также отбирают и смешанный мусор. Здесь это делают вручную, за жителей. В день его поступает 500 тонн. Две ленты. Одна для сухих отходов, одна для мокрых грязных отходов. Соответственно, они сортируются раздельно. И также есть площадка, на которой проходит предварительную переработку перед размещением. Строительные отходы крупногабаритные, смешанные. Ящики отдельно, канистры отдельно, флаконы отдельно. Затем отходы моют, дробят и прессуют. В таком виде их размещают на складах, где вторсырье ждет своих покупателей, перерабатывающие заводы. Негодные отходы уезжают на захоронение, на тело полигона. И из этого тоже научились извлекать пользу. Система дегазации внедрялась на полигон в течение двух лет. Дорогостоящие оборудование позволяет перерабатывать мусорный газ в электроэнергию. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.